МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Хабар 24, хроника криминальных и чрезвычайных прошествий дня. С вами я, Анастасия Шойнусова. Сегодня в выпуске. Роковой километр. Полиция ЖТСУ расследует обстоятельства страшного ДТП, унесшего жизни троих людей. Загадка тайника. Полиция Тараза выясняет, кто спрятал оружие на вокзале. Операция «Скатократ». В области ЖТСУ поймались десяток похитителей чужого скота. Хотела приумножить капитал, осталось ни с чем. Очередная жертва сетевых мошенников. Полиция ЖТСУ приступила к расследованию обстоятельств страшного ДТП, унесшего жизни троих людей на трассе Алматы-Оськимен. Роковым для участников аварии стал 406-й километр, где лоб в лоб столкнулись Тойота, Камри и Киари. Корейской иномаркой управляла 40-летняя женщина, а за рулем японской легковушки находился 39-летний мужчина. Один из водителей не справился с рулевым управлением и допустил выезд на встречную полосу движения. Кто конкретно виноват в аварии, устанавливается. Виновник ДТП будет установлен в ходе расследования по результатам назначенных экспертиз. Полиция призывает водителей к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения. Как снизить риск попадания в ДТП на скоростной трассе? Очень внимательно оценивайте движущиеся в вашу сторону автомобили. Ни в коем случае не нарушайте правила дорожного движения. Исключений нет ни для перекрестков, ни для разметки, ни для скорости. Даже если рядом никого нет, категорически не рекомендуется выезжать на встречную полосу движения. Не реагируйте, если какой-нибудь лихач попытается спровоцировать вас устроить гонки. Зачастую это ничем хорошим не заканчивается. Криминалисты Тараза выясняют, кому принадлежит найденное на местном вокзале оружие. Тайник был спрятан возле железнодорожной ветки. Содержимое охотки наказалось занимательным. В полиэтиленовом пакете стражи порядка обнаружили обрез одноствольного ружья ИЖ-18ЕМ 12-го калибра и бронежилет с надписью «Полиция». Начато досудебное расследование. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье 297, части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Назначена судебно-баллистическая экспертиза. Сельчане области ЖТСУ могут спать спокойно. В регионе задержаны сразу 7 скотокрадов, на счету которых по несколько эпизодов хищения чужих животных. Так, к примеру, в одном из районов удалось выявить вора, который специализировался на кражах лошадей с пастбищ. Он оказался причастен к трём таким фактам. Кроме того, полицейские установили и допросили несколько скупщиков краденого скота. Ущерб потерпевшим частично восстановлен. Полиция Акмолинской области ищет сетевых аферистов, кинувших жительницу Ерементауского района на полмиллиона тенге. Женщина попалась на удочку мошенников, желая приумножить капитал. По словам потерпевшей, в интернете она наткнулась на сайт, где говорилось о возможности лёгкого обогащения и получения дивидендов. Пройдя процедуру регистрации и точно выполняя инструкции, Акмолинка за один день перевела на счета мошенников 541 тысячу тенге. Уже вскоре она поняла, что её обманули. Рекомендуем жителям и гостям Акмолинской области ни в коем случае не передавать CVV-коды и номера банковских карт, не скачивать по указанию уже представителей банка приложение удалённого доступа. Если же кто-то стал жертвой мошенников, необходимо незамедлительно обратиться в службу безопасности банков, заблокировать банковскую карту и сообщить об этом в полицию. Как не попасться в ловушку мошенников? Чаще всего сетевые аферисты обманывают казахстанцев с помощью фейковых объявлений на сайтах. Признаки мошенничества. Требования внести предоплату за товар. Оформить кредиты и онлайн займы. Наиболее распространённая схема интернет-аферистов. Звонки от лжесотрудников банков. Стражи порядка рекомендуют ни в коем случае не передавать CVV-коды и номера банковских карт, не скачивать по указанию неизвестных приложений удалённого доступа. Если вы стали жертвой мошенников, необходимо незамедлительно обратиться в службу безопасности банков, заблокировать банковскую карту и сообщить в полицию. Лучшее противоядие от любых мошенников – трезвый ум, холодный рассудок и критическое мышление. Будьте бдительны. Если вы стали очевидцем какого-либо происшествия, то делитесь информацией с редакцией программы «По горячим следам». Наш электронный адрес кисекщебулем – собачка.gmail.com. На этом у меня всё. Увидимся на телеканале Хабар 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова